Добрый вечер, в эфире вопрос с пристрастием, я Вадим Родионов. Добрый вечер, в эфире вопрос с пристрастием, я Вадим Родионов. Юрий Алексеев родился в Норильске, Россия, в 1958 году. Закончил Рижский политехнический институт, специальность радиотехника. Работал ведущим инженером-конструктором на ПО радиотехника. С 1992 года работает в прессе. Занимал должности главного редактора в журналах «Коммерсант Балтик», «Бизнес ЛВ» и газете «Бизнесы Балтия». Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Сегодня вы презентовали интернет-проект, это сайт, называется imhaclub.lv, это интернет-ресурс. До этого вы на протяжении 20 лет руководили бумажными изданиями, в частности, такими влиятельными газетами, как «Бизнес Балтия», который вы занимали пост главного редактора на протяжении последних лет. Почему интернет? Ну, вот мое мнение, что интернет сейчас дает то, чего не дает ни одно классическое масс-медиа, в том числе и моё, но и уважаемое телевидение. Интернет дает мгновенную связь между источником информации и потребителем, и наоборот, обратную связь. То есть в интернете мы можем сейчас заниматься обсуждениями вопросов конкретно с источником. То есть вот допустим, вот вы берете у меня интервью, если телезритель захочет. А вот на этот вопрос он до конца не ответил. Ну-ка, как бы мне его спросить? У него ничего не получится. А на том ресурсе, который у меня, то есть если я беру у человека интервью, у нас ставится интервью, у нас такая есть рубрика «Интервью с продолжением». То есть этот человек еще несколько дней после того, что он выступил у нас на сайте, он еще сидит в собственном блоге, там же на сайте, и отвечает на вопросы, то, чего не даст в виде. То есть дело в интерактивности. Да, дело в интерактивности, это такое сейчас распространенное слово, и в общем-то интерактивность сейчас, мы видим, что она, ну, становится, выходит уже в номер один. То есть насчет того, что печатная пресса, скажем так, умрет, я не говорю. Когда появилось кино, говорили, все, театр умер. Когда появился телевидение, говорили, все, и кино, и театр умерли. Но не умрут. Но останутся, так сказать, самые лучшие. Вот когда, если почитать историю, значит, там, театрального дела, то в позапрошлом веке, когда не было телевидения, кино, значит, своя театральная труппа была во всех поселках, и не по одна. В маленьких городках было по несколько театров. Ну, другого не было. После этого появилось кино, потом телевидение. Да, есть театры, есть великие театры, на которых там люди за полгода раскупают билеты, там, аншлаги, следят за каждыми постановками. Есть великие актеры, великие режиссеры, которые, ну, ведущие люди в нашем мире. Ну, вот этих много маленьких, они исчезли, потому что это были обычно, так сказать, клоунские такие дешевые трупы, которые ездили там, в общем-то, развлекали публику, потому что ничего другого не было. То есть, получается, что переход от массового продукта к продукту элитарному? Нет, почему элитарному? Ну, как можно, значит, ленком – это элитарный продукт. Ну, а разве нет? Ну, я думаю, что нет. Ну, как? Ладно, я не большой театр, хорошо. Цирк Десолей – тоже театр. Он что, элитарный продукт? На него ходят миллионы и дети, и любого уровня люди, то есть, это понимают, то есть, это… То есть, нет, смысл не в этом, что не в элитарности делать. Кино же тоже не стало элитарным, я же аватар. Хотя телевидение есть, вот на аватар, что элитарное кино? Нет. Просто бумажная пресса будет искать, во-первых, другие способы общения. Она, во-первых, естественная, как кино уходит на телевидение, пересекается с телевидением, так и бумажная пресса будет перекрещиваться с интернетом обязательно. Но дело в том, что столько не надо. Не надо в каждом, так сказать, мелком поселке, в каждой маленькой стране десятки газет. Но вот смешно, у нас меньше, чем 2 миллиона читателей, если мы выкинем детей, у нас вообще-то миллион, полтора миллиона читателей будет. 8 ежедневных газет. Куда столько? А сколько надо для Латвии, кстати? Две, одна на русском, одна на латышском. Мощное присутствие в интернете. То есть, положим, у нас сейчас есть, мы знаем газеты, которые содержатся чисто из амбиций. Вот владелец заводов газет-пароходов хочет иметь газету. Она убыточна, у нее тиража нету. Там полуголодные журналисты мучаются, потому что рекламы сейчас-то мало, и что зарплату всем порезали настолько, что еле-еле тянут ноги журналисты, бумажной прессы. Потому что типография, бумага, доставка, это стоит огромных денег. Вот положим сделать, мы возьмем информационную мощность ресурса бумажного и интернет-ресурса точно такого же информационной мощности. Это стоит примерно в 4 раза дешевле. То есть, для того, чтобы тащить ежедневную газету, это надо минимум 60-70 тысяч латов в месяц туда вкладывать. Но с другой стороны, как показывают опросы и исследования общественного мнения, доверие к бумажной прессе, оно выше, чем доверие к интернет-сайтам. Потому что бумажная пресса, вроде как, там работают редактора, журналисты и так далее, а в интернете может писать, кто хочет. Вот нет вот этой проблемы? А это зависит от редакторов и журналистов. Дело-то в том, что просто в интернете сейчас не нашли способ адекватно получать за это деньги. Но мы знаем сайты, на которые ссылаются, ну, допустим, у нас это Delphi, это TVNet, это сайты, скажем, газеты Вести сегодня. То есть, референтные сайты. То есть, это такое понятие референтность, доверие к информации. Да, интернет – большая помойка. Там можно залезть, да, спросить там, типа, кто такой, Вадим Родионов или Юрий Алексеев, и найти там черте что. Ну, значит, но нормальный человек ходит на те ресурсы, которым он доверяет. И сейчас интернет, вот эта референтность доверия к информации в интернете, безусловно, растет. Главное, что там должны быть лица. Почему в газете, в газете верят? Потому что вот в газете внизу, считаешь, там вот, паспорт газеты. Главный редактор, начальник отдела, та-та-та-та-та-та-та, все есть. То есть, кто главный редактор? Вот это, а, этому я верю. Вот сами-то Элли, это была редактором Дина, сами-то верю. Новому редактору нет. То есть, есть лицо. Но в интернете сейчас же это тоже появляется. Положим, вот то, что я сделал этот ресурс, и ухо-клуба ОВЭ, там будут только реальные лица. Там не будет, там, котик Васька, собачка Жучка, какие-то там, под никами, аватарками и так далее. Там будут реальные лица на этом сайте выступать со своими реальными именами и с реальной редакцией, с реальным редактором, который отвечает за это. Ну, это вопрос доверия, я думаю, что он в интернете сейчас восстанавливается. Тем более, что сейчас интернет идет еще интересным путем. Вот, допустим, великое явление Викиликс, которое особенно проявилось в прошлом году. То есть, интернет-информация привела к тому, что политикам врать стало небезопасно. Пока это были газеты, газетой можно заткнуть рот. В газету можно прислать, там, наряд милиции, там, полиции. Ему можно просто прислать человека с чемоданом денег. Я помню, как в 90-е годы, когда у нас эти пирамиды рушились, я тогда работал в бизнес-балке директором, я был не редактором. Как мне носили деньги, типа, не печатай только вот это. Это можно заткнуть, а в сайт не заткнешь. То есть, интернет, он свободнее. Интернету ты всем-то не заплатишь. То есть, заплатишь этому, тут же ряда вода, другой, потом третий, четвертый. То есть, это, ну, как вы решите, воды не наносишь. Эту информацию не скидываешь. И, в принципе, сейчас вот та система, что вот эта информационность интернета стала уже действительно первой властью. То есть, страны, правительства, политики, они еще до конца этого не поняли. Они еще кто-то пытается гоняться за бедным Жулианом Ассанджем, там, навешивая ему каких-то там собак, значит, чтобы только как бы его приручить, как бы ему заткнуть рот. Ну, не будет Ассанджа появиться другой, третий, потому что это лавина. И, тем не менее, вот как вы считаете, в интернете публикуется все, а вот общество, оно должно знать все, что происходит? Или все-таки его, это свобода слова, надо как-то ограничивать, как вы считаете? Вадим, это такой философский очень вопрос. Но дело в том, что... Тем не менее, он очень актуален. От того, что я не знаю все, это не значит, что это все не произошло. Но то, что вы знаете, это тоже, наверное, может быть, не изменит какую-то ситуацию. Нет, понимаете, вот если мы вернемся к интернету и к Викиликсу и так далее. Если бы 10 лет назад, когда там Соединенные Штаты в Ираке затевали, значит, борьбу с Хусейном, обвиняя его, что у него есть средства массового уничтожения, если бы тогда вот эти письма, которым обменивались официальные лица, попали бы в интернет, войны бы не было. Люди бы остались живы. Но нашли бы другой полностью. Если бы, вот сейчас мы обсуждаем атомную аварию на Фукусима-1 в Японии. 25 лет назад, буквально так, месяца 25 лет назад тоже случилось в Чернобыле. Если бы тогда были свободные средства массовой информации, был бы интернет, очень много бы людей не пострадали от радиации. Если вы в истории помните, что 26 апреля произошла авария, а 1 мая по Киеву шла демонстрация под радиоактивными осадками. 1 майская демонстрация, народ, почему, не знали. Если бы был такой носитель, остались бы живы, может быть, и здоровы многие десятки тысяч людей. То есть, вот это к вопросу, должны ли люди знать все. Того, что мы не знаем, так говорят, это в этом анекдоте. Субстрика не видно, а он есть. В данном случае я считаю, что просто-напросто, с этим явлением, с интернетом, сейчас вот говорят, что благодаря интернету происходит вся эта заваруха в Северной Африке. Благодаря там Твиттеру, Фейсбуку, да-да-да. Вот Марк Цукерберг... То есть, Фейсбуку уже детей в Северной Африке называют? Марк Цукерберг поднял всю весь черный континент на уши, значит, правительство начали сносить. Просто в этих условиях надо перестраиваться не прессе, не общество. Общество дозрело. Мы созрели для того, чтобы потреблять эту информацию, получать эту информацию в тот же момент, когда она произошла. То есть, и спрятать это уже невозможно, ну, разве что выключить все электричество по всему миру, все спутники связи сбить, чертую мать, и сидеть в каменном веке без телефона, без ничего. Но есть и такие мнения, что вот та же Фукусима-1. Сейчас весь мир там в картинке реального времени следит за тем, что происходит на этой атомной станции. И некоторые эксперты, они высказывают мнение о том, что не столько человек пострадает от радиации, которая исходит от Фукусима-1, сколько от неврозов, которые вызывают вот это все, что появляется в СМИ. Картинки там, какие-то страхи. Опас, опасение такое есть, но я могу так сказать, что неврозы лечатся. Лучевая болезнь? Нет. То есть если, то есть если мы посмотрим первые дни, вот 11 марта произошло землетрясение, значит, взрыв. Я, кстати, внимательно слежу за этой темой, атомная энергетика, это моя любимая тема много-много лет. Я был на восьми атомных станциях Советского Союза, то есть я был в Чернобыле два раза, то есть это мои темы, я знаю. Так вот в первые дни там происходила ситуация с сокрытием информации практически такая, как в Чернобыле. То есть выступает, значит, генеральный секретарь правительства Японии и говорит, что все в порядке. По моим сведениям, все в порядке. Через полчаса выходит сюжет по японскому телевидению, в котором говорят, что два часа произошел взрыв водорода, снесло крышку реактора, распространяет радиацию. Он не знал, а телевидение знало. То есть, собственно говоря, вот эта компания, в данном случае я не имею претензии к японскому правительству. В данном случае коммерческая компания ТЭПКО, которая эксплуатирует атомную станцию Фукусима, она пыталась сначала сохранить честь мундира. Все хорошо, прекрасно, у маркиза, только взлетел один реактор. Все хорошо, все замечательно, под контролем взлетает второй реактор. Потом третий, а замечу, кстати, так, на всякий случай, слава богу, там сюжет не развивался по чернобыльскому, катастрофическому сценарию. Но на Фукусиме-1 ядерного топлива в 22 раза больше, чем в Чернобыле. И не дай бог, если бы хоть в одном месте произошел такой сценарий. Ну, может быть, японское правительство специально так говорило, чтобы не нагнетать панику. У них и так проблем хватало. Может быть, вот это было оправданно? Японское правительство просто не знало. Премьер-министр Японии там выиграл. Журналисты знали японскую правительство и не знали. Да. А как там выигрывается? Да. А потому что журналисты рискнули своей жизнью. Сидели с камерами, нацеленными на эту Фукусиму. И сидели там круглые сутки. С разных сторон снимали эту Фукусиму и получали эти сведения. И эти взрывы через минуты после того, как они происходили, они выкладывались в интернет и в YouTube. То есть там не закроешь, не закроешь. Журналисты рисковали своей жизнью. А премьер-министр Японии сидел в своем кабинете. Ему докладывали пиар-менеджеры компании ТЭПКО, что все в порядке, все под контролем. Хотя контроля там никакого не было, особенно в первые дни. Ну это было, когда взлетает три крыши трех реакторов, какой контроль? Когда говорят, что все цело, все цело, но извините, откуда берется радиоактивная вода? Она же вытекает. Она вытекает из зоны реактора. Вы почитайте ленты месячной давности, не месячной, а трехнедельной давности, когда докладывали, что все цело, все уцелело. Реакторы целы. Эти самые контайменты, в которых они находятся бетонные, целы. Все в порядке. Откуда течет вода? Откуда радиоактивный цезий? Он только из реактора может проникнуть. На случай журналисты выполняли ту работу, которую, собственно говоря, должны были делать специалисты и докладывать. Сейчас, правда, все уже стало лучше. После того, как уже авария развилась настолько, что там уже гибнут люди и получают эти ликвидаторы японские, получают уже дозы. Сейчас уже не скрывают так, как было первые дни. Хорошо, не было сильных выбросов радиации, таких, как были в Чернобыле. А если бы были? А там на коде все хорошо. Но вот эти люди, которые гражданские, которые не имеют отношения к атомной энергетике, они сидят под этим радиоактивным иодовым дождем, получают радиацию, после которой они в лучшем случае станут инвалидами. И все в порядке. Но, на ваш взгляд, скрывать перестали. Почему? Потому что журналисты уже, в общем-то, обнародовали эту информацию. Именно да. Ну, как шило в мешке, ну не спрятишь, в решете воды не наносишь. Человечество шагнуло на другой уровень информационной свободы. То есть, можно отключить это самое... Там в Ливии, в Ливии не могут справиться с информационной свободой. Люди получают информацию вне зависимости от дяденьки, который сидит в телевизоре, которому платит там диктатор свои деньги, чтобы он там не болтал лишнего. От дяденьки, который сидит на радио. От газет, где сидят редактора, которые пишут то, что им спустят там сверху, из полетбюро ливийской жамахерии. Нет, это все ради бога. Можешь болтать в телевизоре, все что угодно народ знает. А на ваш взгляд, если посмотреть на проблему, не как журналист, может быть, немножко со стороны. Свобода слова должна быть абсолютной. Вот как вы считаете, это абсолютная ценность? Или ее надо как-то ограничивать? Ой, ограничивать никак нельзя. Ограничивать можно только совестью и честью. Если, запустим, я говорю, что мы говорили о том, что у сайтов тоже должны быть редактора, а у интернет-ресурсов должны быть редактора, люди, которые знают, которые смотрят в лицо, что, допустим, в Делфи. Большинство знает, что редактор РусДелфи – это Анатолий Голубов. Когда в этом интернете знали, кто там сидит с той стороны у клавиатуры? Да вообще безликие люди. А здесь знают. Почему? А потом уважаемый человек. Человек не врет. Человек печатает информацию проверенного. Ему можно верить. То есть в интернете это тоже произойдет. Раньше газеты же тоже бегали по улицам. То есть газет же было много. То есть посмотрите там старые фильмы, немые фильмы, бегают мальчишки по улицам в каком-то маленьком уездном городке на 20 тысяч жителей пять газет. То есть эти газеты – одна, вторая, третья. Закрыли одну, образовалась вторая. То есть тоже не было референтности. Не верили газетам. Время прошло, возникла система, что есть газеты. Газеты, которым верят. Есть те, что берут там почитать во время очереди на автобусной остановке. Ну тоже, кстати, желтая пресса тоже сейчас к референтности идет. И доверие к желтой прессе, в общем-то, тоже сейчас весьма выросло. На Ваш взгляд, каков уровень свободы слова именно в Латвии? Насколько свободны вот журналисты в нашей стране? Я думаю, что практически свободны. Ну, я понимаю, сейчас есть мнение, что газеты кому-то принадлежат, там есть священные коровы, о которых немцы писать. Во всем мире так. Во всем мире так, что есть газеты, которые имеют в штатах самосвободная пресса. Вот эта газета, которая прореспубликанская, а эта продемократическая. Это ищет компромат на демократов, это на республикантов. То есть, они на своих не ищут. Но это же редакционный курс называется. Ну да, редакционный курс. Ну и сейчас, собственно, тоже. Ну кому-то чьи-то интересы нам выражают, кому-то принадлежит. Но опять-таки, есть великий интернет. Сейчас вот говорят, что мы знакомые политики из партии Запчел, говорят, что вот мы проиграли выборы по той причине, что пресса вся была отдана нашим конкурентам. Что нам не давали, не давали. Это имело место быть. Но суть в чем, кто управляет обществом? Пресса обществом или общество прессы? Вот мой уважаемый коллега Александр Сергеевич Блинов, главный редактор Вести сегодня, сказал однажды хорошую фразу, что это не я читателя учу, это он меня учит, как писать. Если я напишу плохо, он мою газету не купит. Если он мою газету не купит, я не получу доходов, не получу зарплаты, меня уволят. То есть, это обратная связь. Газеты пишут, там, чернуху, там, все такое. А давайте писать розовые сопли. Читать не будут. Это означает, что это чернуха. То есть, есть потребность в плохих новостях? Да, есть потребность в плохих новостях. Есть потребность в клубничке, есть потребность... Это обычные человеческие качества, это даже не пороки. Это обычные человеческие качества, которые надо, что называется, которые надо учитывать. Есть потребность в солидных, респектабельных, серьезных, вдумчивых, аналитичных газетах. Да, у них тиражит 10 тысяч экземпляров на целую страну. Есть развеселая болтушка, у которой теряешься 10 миллионов экземпляров в нашу страну. То и то надо. Кто захочет серьезную информацию, найдет ее тут. Кто захочет развлечься, найдет ее здесь. Это обычные потребности общества. Потребности русской части, латвийского общества и латышской части общества на информацию различаются? — Ну, естественно. — Каким образом? — Ну, во-первых, менталитетом. Если взять, просто перевести латышскую статью на русский язык, попробовать напечатать русские газеты, читатель не поймет. Латыши иначе пишут. Латыши более информационно, более западно пишут. Русские пишут больше, так сказать, эмоционально. Если писать сухую информацию, так сухо, как пишут латышские газеты, статьи, то русские читать таких не будет. И наоборот, если русскую перевести до латыши, то, ну, уж больно много страсти у нас, как бы, принято более сухо. То есть, это раз. Второе, ну, естественно, я не могу представить себе, так сказать, латышскую газету, которая с симпатией напишет о компании сбора подписей на второй государственный русский язык. Ну, есть две общины, у каждого свои ценности. То есть, за 20 лет удачно нас развели. Я помню, что 20 лет назад, когда мы голосовали всей страной за независимость Латвии, большинство русских проголосовали за независимость Латвии. А в русских, если сравнить по уровню свободы слова, русские или латышские газеты свободнее? Или, в общем-то, одинаковая ситуация? Я думаю, практически одинаковая. Ну, нельзя быть так, что вот здесь зажато, здесь свободно. В одной стране живем, потому что, к тому же, ну, если газета начинает врать в интернете, это будет видно. Но русские СМИ перед выборами обвиняли в политической ангажированности. И, в общем-то, не секрет, что реклама политических партий, которым симпатизировала русская пресса, в газетах было очень много. Гораздо больше, чем в латышской газете. Ну, не все хорошо. Мы знаем одну газету, которая там, владелец руководителя, которая принадлежит одной партии. Ну, вполне реально. Если, скажем, там, в американской СМИ хозяин этих газет симпатизирует республиканцам, эта газета будет республиканская. И наоборот. То есть это нормально, да, в данной ситуации? Ну, это вполне естественно. Но это была одна газета. Но были еще три газеты ежедневных русских, которые не играли в эти ворота. То есть та же «Бизнес Балтия», «Телеграф», но в частности газета «Час» не была ангажирована центром согласия. Давайте назовем это своими именами. То есть не про центросогласистская газета. Но, с другой стороны, если мы сравним, что, несмотря на предыдущих выборах, на большее внимание прессы их за пчел, они не выиграли. Были периоды, когда пресса симпатизировала за пчел. 2004 год, когда была действительно работа этой партии, там, борьба за русские школы, те демонстрации, которых они удачно возглавляли, выиграли пчелы. То есть я думаю, что здесь партиям надо больше работать. Ну, то есть только благодаря поддержке конкретных средств массовой информации политическая партия не может рассчитывать на успех? Нет. Вот нельзя сделать из пустышки? Если нет товара, ты его не продашь. Закон рекламы. Нет товара, не продашь. Что бы ты там ни делал, хоть ты там не бесишь. Немножко обмануть можешь в первое время, но не можешь. Но не продашь. Ну, я могу объяснить, почему, значит, центр согласия так мощно выигран на прошлых выборах. Что в русской общине возникла такая идея, что да хватит, может быть, нам тут собачиться-то, бороться. Давайте вот выдвинем вот такое, что, типа, приходит человек, протягивает руку, я хочу конструктивно сотрудничать с любыми латышскими партиями, это все. Достаточно нам бороться, вдруг, простите, все, давайте вместе. Русские поддержали, а действительно, почему бы им нет? Ну, потому что была надежда попасть в правительство. Давайте попробуем. Ну, что сейчас? Вышла шиш, и мы сейчас видим, что как альтернатива согласистской позиции русских партий, выходит, так сказать, мой старый знакомый из детства Владимир Ильич Линдерман с компанией, начинает собирать, что называется, явно такие резкие, резкий выпад, начинает собирать подписи за референдумом о втором государственном русском языке. То есть, это явно фронта, это явно выступление, что типа, а не хотите с нами дружить? Так давайте мы тогда пойдем на вы, садим в третью позицию, что называется. Есть мнение, что это просто попытка закрепиться на том электорате, который остался, в общем-то, невостребованным после ухода за пчел из политики. А, Вадим, дело в политике такое, если мы смотрим, что сейчас вот эти четыре года Центр согласия отсидит с глубокой и печальной оппозицией в Сейме, значит, возможно, что через четыре года настроение общества поменяется, даже не через четыре, а через два года, настроение общества поменяется, что типа мы предложили дружие, они не захотели, вот вам Линдерман со всей компанией. То есть, вполне возможно будет так. То есть, и не от СМИ это зависит, это зависит от ощущения в этой общине, это зависит от того, что мы говорим с тобой на кухнях, от того, что мы сейчас пишем в интернете. Почитайте, как комментируют сейчас, так сказать, успехи Центра Согласия в интернете. Его ругают. До этого там были типа... Но, тем не менее, рейтинг политической партии Центра Согласия, политического объединения Центра Согласия остается самым высоким в стране. Пока. Пока. Ну, сколько времени, как вы думаете, это продлится? Я думаю, к выборам следующим, если, значит, альтернатива Центра Согласия... Серьезно, альтернативы нет. Если альтернатива Центра Согласия возникнет к следующим выборам, они много отъедят. Если они после этого попадут туда и будут выступать так, чтобы их было слышно, даже в оппозиции. Дело в том, что в оппозиции нельзя сидеть тихо. Тихо можно сидеть в правительстве, в коалиции, тихонечко присоединяясь ко всем. В оппозиции надо шуметь. Оппозиция должна постоянно выступать против, искать варианты, то есть брать за шиворот этого, 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 трясти, где они там неправильно что-то решили. Но этого нет. Тут спокойненько, тихонечко, слегка такая видимость, политическая борьба, видимость критики такая, умеренная очень. Давайте подведем итог. К сожалению, время подходит к концу нашей программы. Вот Татьяна Жданок была в нашей студии в понедельник. Она сказала, что четвертая власть, ну это средство массовой информации, в нашей стране давно превратилась в первую. Судя по нашему разговору, вы не разделяете точку зрения. Я вас правильно понимаю? В нашей стране в мире она превращается в первую. Но это к вопросу не о средствах массовой информации, а о средствах коммуникации. То есть, если мы говорим интернет, это не средство массовой информации, это средство коммуникации. Как трамваи, это не люди, это средство для перевозки меняясь с точки А в точку Б. Если у нас сейчас имеется это средство массовой коммуникации, интернет, Там могут возникать и средства массовой информации, и сообщества, и революции вроде ливийской и прочего. Мы имеем инструмент. Как этим инструментом человечеством распорядиться, я думаю, правильно. Просто некоторые еще не поняли, что они получили, что получили их оппоненты в руки за инструмент. Как Муаммар Каддафи. Он так и не понял, что произошло, все было хорошо. Оказалось, нет, не было хорошо. Но, и как только люди получили этот инструмент, он сейчас пятый угол будет искать по всему земному шару. Ваши прогнозы по поводу развития средств массовой информации в нашей стране. Подведем на этот итог, наверное. Я думаю, что у нас будет видоизменение. То есть, в конце концов, печатных средств массовой информации будет меньше. Начнут искать возможности работать в сети. Мы маленькая страна. Если бы у нас было бы миллионов 10-12 населения, может быть. Мы слишком маленькая страна для того, чтобы кормить мощное, то есть, пропитать мощное средство массовой информации бумажного образца. Мы можем работать в интернете, а это раз в пять дешевле, чем на бумаге. Делает то же самое с точки зрения информации. Я думаю, что мы будем искать такие варианты. Но сейчас, скорее всего, зависит от способов оплаты информации в интернете. Она сейчас еще в Даганстане разработана, газету в киоск купил, пошел, купил, свои 50 копеек честно оставил. В интернете никто не покупает информацию. Но это еще не вечер. Ну, думаю, что на этом мы сегодня и закончим. Спасибо вам, Юрий, что пришли к нам. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, что у нас в гостях был руководитель сайта имхаклаб.лв, бывший главный редактор газеты «Бизнес и Балтия» Юрий Алексеев. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся на канале «Просто ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова